Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, у нас с вами очередной мукбанк, немножко не запланированный, но я решила с вами покушать. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита! Давайте трапезничать вместе! У меня сегодня все очень просто. Селедочка под шубанькой, вареники с картошкой, сырым картофелем и салом, и кусочек хлеба. Да, так, наверное, не сочетают. У меня было целое блюдо, короче говоря. Ммм, они еще горячие. Перчиком их посыпала. Но! Что-то днем мне некогда было снимать. А Середка-то стоит, муж уже и так, и так говорит, что, ты будешь снимать? Я говорю, да ешь уже, ладно. Я говорю, не стала все блюдо ставить, я вот кусочек себе положила. Поэтому вот так. Пью чаек. Очень вкусно. Думаю, чего одна селедка? Как-то будет не очень. И оставались у меня варенички с картошечкой, с сырой картофелем, с сырым картофелем и салом. Я их обожаю. В этот раз прям овощей побольше, морковки много сделала в селедочке. Очень я люблю селедку под шубой, я уже не один раз говорила. Скоро Новый год. Это же, так сказать, новогодний салат. У меня тут немало, это, наверное, кажется издалека. Я не стала свою подставочку ставить. Вот, вареники не буду я. Вот, кстати, смотрите, они такие цельненькие, хорошенькие. Странное, да, сочетание? Ну, ничего страшного. Я обожаю селедку под шубой. Я ее не только на Новый год делаю, но и очень часто в течение года. Муж у меня как-то так лояльно относится к селедке. Ева у меня вообще такое не ест, естественно. А я обожаю. Вредно, конечно, в плане того, что здесь майонеза много. Я даже вареники, видите, ем без майонеза и всего без кетчупа. Но они и так вкусные. Мишкинские беру. Они недорогие, но они очень вкусные. Я прям таратурка. Лучок хрустит, обожаю. Хлеб, конечно, я зерновой свой любимый ем. Они сочетаются вообще с варениками, но ничего страшного. Для селедочки подойдет. Скоро же Новый год. У меня каждый Новый год есть селедка под шубой. Вот прям каждый Новый год. Оливье и селедка под шубой я не изменяю традиции. Я очень люблю эти салаты, поэтому я всегда готовлю. У вас уже есть новогоднее настроение? Как вообще вот это ощущается или нет? С годами меньше ждешь уже Новый год, конечно. Не так, как в детстве. Но все равно какое-то такое вот ощущение волшебства, оно присутствует у меня до сих пор. Вы знаете, я люблю Новый год. Хоть мы и отмечаем уже сейчас в основном дома, с семьей. Потому что часто у меня муж работает и 31-го, и 1-го. Поэтому особо не загуляешь, так сказать. Уже и не охота. В магазинах уже все новогоднее. Я тут ездила. Ну, в фикс прайсе понятно. Вот это там. Скажите мне, я вам скажу. В речвой имели, короче, Еви. Ну, штаны зимние, брюки еще этот комбинезончик. Там столько новогоднего. Просто вообще. Глаза разбегаются. Всякие огоньки. Вот эти вот олени такие. Знаете, фигурки, которые светятся. Всякие, ну, игрушек елочных там, ну, просто. Такая красота. Елки искусственные стоят. Вот. Для меня вообще вот Новый год. Я вчера первый раз увидела рекламу Кока-Колы. Веселье приносит и вкус бодрящий, когда машины эти едут. И все. Вот когда вот эту рекламу я вижу, все, я понимаю, что Новый год, он уже приближается. Что он уже не за горами. Не знаю, почему именно вот с этой рекламой у меня ассоциируется приближение Нового года. Вот. А елку мы в прошлом году ставили настоящую, живую. Те годы мы всегда ставили искусственную. У нас сначала такая простенькая была, когда мы только начинали жить вообще дешевенькая. Потом мы со временем купили, кстати, в этом же речвом или елку. Она нам так понравилась, короче. Она пушистая и напыление идет с блестками. Белый, как типа снег и блестки на концах. Очень красиво. Вот безумно красиво. Но. Я думаю, вы понимаете, что но. Эти блестки, наверное, потом полгода по квартире. Вот. Они просто везде потом. Они прилипают и все такое прочее. А в прошлом году, в прошлый Новый год, ну вот 2020 когда отмечали, мы поставили живую елку. Муж принес, значит, ну типа пихта, наверное, она, да? Ну, короче, не с длинными иголками, это сосна, да, считается. Короче, если неправильно, исправьте меня. Ну, с маленькими иголочками. Поставили мы ее, я не помню, когда. Да, обычно я уже иногда даже 14-15 декабря ставлю елку, если искусственно. А тут мы поставили уже после 20-го. Уже туда, ближе к Новому году. И 3-го января. Это мы ее уже выкинули. Она вся осыпалась. Конечно, надо было ее в ведро с водой поставить, но. Я так заморачиваться не стала. Мы ее выносили, мне где-то фотки дома даже есть. Я ее взяла просто, я когда ее снимала с нее игрушки, раздевала ее, так сказать. Она вся осыпалась, осталось только столб и вот эти ветки. Все, вся квартира была в этих иголках. Весь подъезд, я потом все это убирала. Вообще кошмар. Я сказала, больше мне такую елку не надо. Как-то давно ставили мы, ну еще до замужества, я имею ввиду. С длинными иголками она нормальная. Нет, она осыпается, но не настолько. Это был капец. Я очень люблю наряжать иголку. Прямо обожаю этот процесс. Правда, занимает много времени, но все равно. Доставать все вот эти шарики, перебирать вот это все. Обожаю. И я очень не люблю потом ее разбирать. Я вот прям вот уже, если искусственная, она у нас стоит и обычно я, да, крещение оставляю. Бывает и до февраля стоит просто потому, что мне лень. Она мне уже надоедает, она мне уже начинает бесить, что она вот стоит. Место занимает. Но лень убрать, это вот прям вот. Убирать, это прям не мое. Я думаю, многие так, да, считают. В фикс-прайсе много новогоднего. Ну, что-то у меня все есть. У меня много игрушек. У меня много всяких и фонарики, и все. Поэтому я, наверное, ничего не буду покупать. Хотя я каждый год покупаю. Нет, кстати, видела у девчонок в обзоре. Прикольные домики, огоньки прям такие. Они, по-моему, деревянные. Гирлянда. Вот такую я бы купила, но... Я в нашем фиксе смотрела. В двух я была, там не было. Ой. Погода вообще кошмар. У нас прям зима. Прям вот новогодняя сегодня такая погода. Знаете, снежок идет, такой летит. Кажется, из окна смотришь, что там так тепло. Я вышла и офигела. Понесло меня в магазин. Я в детский мир ходила. Еве ритузы заказала. Ну, шерстяные такие, чтобы вот... Школа ходить, школа рядом. Ну, минуты три идти, да, там пять максимум. Но в любом случае, да, холодно. Просто в колготках идти. А в баллоневых как-то неудобно. Ну, вот я там заказала ритузы. И пошла за ними. Ну, идти недолго. Ну, минут десять, наверное, надо идти. Я пошла. Я думала, мне сдует. Ветер такой... Сильный и холодный. По градусам, по-моему, было... Било. Было минус пять, наверное. Но ощущалось, наверное, как минус десять. Очень прям такой ветерочек прям... Злой. Ну, уже и пора. У нас вообще погода нас радовала. В принципе, у нас тепло было. Хоть на Урале живем, но было тепло. У меня мама вот в Мясе живет. У них там под окнами пруд. Ну, городской этот вот. Он только вот начал схватываться. Обычно мама говорит, всегда где-то... Ну, к четвертому ноября, раньше же этот праздник был, это... Ой, не к четвертому, к седьмому ноября он уже стоял замерзший. Все, раньше же... То, что сейчас четвертого мы отмечаем, раньше было седьмого. Ну, типа... Вот. А сейчас, говорит, там еле-еле он только начал схватываться. Я объелась. Конечно, я обычно снимаю селедку под шубой отдельным банком. А тут и вареники поела, и... И селедочку. Очень вкусно. Я сегодня без приветиков, без вопросиков, немножко подкоплю, наверное. Потому что приветик пока только один у меня просит. Ну, я думаю, что надо еще несколько собрать. Если люди наберутся, я уже потом передам. Ну, и так же с вопросами. Немножко подкоплю. Вот. Сегодня такой быстренький, вкусненький для меня мукбанк. Пишите, кстати, в комментариях, кто любит селедку под шубой. Вот. Про тараторила мне сейчас потом опять напишут. Зачем я это посмотрела? Это так быстро. Куда так торопиться? Ну, я не знаю. Вот так получилось. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые мукбанги. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok